Здравствуйте! Мы начинаем еженедельный брифинг пресс-службы администрации, на котором я буду рассказывать о текущей работе администрации. Впредь мы будем встречаться по пятницам. Начну с главной темы – присвоение Кумертау статуса территории опережающего развития. На сегодняшний день завершено обучение управленческой командой в Московской бизнес-школе «Сколково». В данный момент ожидается подписание постановления о присвоении Кумертау статуса территории опережающего развития премьер-министром Российской Федерации. В данный момент по постановлению прошли общественные слушания и независимая антикоррупционная экспертиза. На прошлой неделе оно было согласовано главой Республики Башкортостан и в конце текущей недели должно оказаться в правительстве Российской Федерации для подписи. Теперь озвучу рабочий график главы администрации. С 24 по 26 октября в Корпоративном университете Сбербанка в Подмосковье состоялся семинар «Комплексное развитие моногородов», в котором принял участие глава администрации города Борис Беляев. Семинар посвящен современным технологиям менеджмента и их использованию при реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». На протяжении трех дней главы 319 российских моногородов обсуждали цели и механизмы реализации приоритетного направления моногорода. В рамках рабочего визита в Москву глава администрации Комертау также встретился с председателем управления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Мариной Гордеевой. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с фондом и возможность проведения формы малых городов по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Комертау. Напомню, что в этом году Комертау стал одним из 45 муниципалитетов России и единственным городом Республики Башкортостан, получившим грант в размере 2 миллионов рублей, победив в грантовом конкурсе Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Хочу быть как все. Также в ходе рабочей поездки глава администрации встретился с героем Советского Союза, заслуженным военным летчиком Российской Федерации и почетным гражданином города Комертау Николаем Антошкиным, который передал флаг Башкортостана, побывавший на Северном полюсе. Флаг подписали все участники экспедиции и теперь он будет храниться в Комертау. Борис Беляев и Николай Антошкин обсудили вопросы развития кадетского образования в Комертау и возможность участия героя Советского Союза в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию военно-патриотического клуба «Гефест» и открытию местного отделения юно-армии. Перейду к основным мероприятиям прошедшей недели. Главной новостью прошедшей недели стало заседание Совета городского округа города Комертау, на котором были подведены итоги работы конкурсной комиссии, которая предложила депутатам три кандидатуры для избрания на должность глава администрации по контракту. На должность главы претендовали Борис Беляев, ныне исполняющий обязанности главы администрации городского округа, Александр Дмитриев, директор МАО Агентства по развитию территории, и Юрий Куров, заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ и инфраструктуре. Депутатами Совета городского округа единогласно был избран Борис Беляев, после чего в торжественной обстановке состоялось подписание контракта с председателем Совета городского округа. 25 октября в Агентстве по развитию территорий прошла встреча представителей уфимской швейной компании «Магеллан» и горожан, желающих работать на новом производстве. Подбор соискателей проходил по профессиям швея, раскрощик, технолог, механик, электрик, кладовщик, контролер ОТК и начальник цеха. На встрече присутствовало более 160 горожан. Представители компании «Магеллан» провели профессиональный отбор потенциальных сотрудников и рассказали о ближайших перспективах открытия производства. 30 октября в администрации города состоялось совещание по вопросу разработки концепции благоустройства городской среды с представителями консалтингового бюро «Стрелка». Представители «Стрелки» представят документы в виде методических рекомендаций и лучших практик моногородов для успешной реализации программы по формированию благоприятной среды. Отметим, что наш город первым из 32 моногородов предоставил документы, необходимые для дальнейшей работы в этом направлении. Теперь об основных мероприятиях следующей недели. 9 ноября в 18.30 в РЦНТ «Дуслык» состоится общегородское родительское собрание. Приглашаются родители выпускников 9-11 классов. Впервые собрание будет транслироваться в режиме реального времени на официальном сайте администрации города Кумертау. 11 ноября в 11 часов в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» состоится открытие турнира на призы главы администрации по греко-римской борьбе. Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова